Готовим икру из запеченных баклажанов и перца на зиму. Запеченные баклажаны обладают каким-то особым вкусом, поэтому икра из них получается невероятно вкусной. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить икру из запеченных баклажанов и перца. По желанию можно добавить острый перец чили по вкусу. Если любите, из зелени сюда хорошо подойдет базилик, кинза или петрушка. Такая закуска отлично сочетается с ржаным хлебом и отварным картофелем в мундирах, готовится просто, так что берите рецепт на заметку. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте все ингредиенты. Баклажаны помойте, разрежьте пополам, смажьте срезы растительным маслом, запекайте баклажаны в разогретой до 200 градусов духовке до мягкости, примерно 30-45 минут. Запеченные в баклажаны охладите, очистите от кожицы, мелко порубите на кубики. Лук и болгарский перец тоже измельчите ножом. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Помидоры очистите от кожуры и измельчите блендером до состояния пюре. Разогрейте кастрюлю, обжарьте лук в масле до мягкости. Добавьте болгарский перец и обжаривайте 5-6 минут. Влейте помидорную массу и готовьте овощи на слабом огне 5-7 минут. После этого добавьте баклажаны, тушите еще 6-7 минут. Измельчите чеснок, зелень мелко порубите, добавьте чеснок, зелень, соль, сахар и специи. Тушите 5-7 минут. Разложите готовую икру по заранее стерилизованным банкам, закупорьте крышкой, укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания. Икра из запеченных баклажанов и перца готова. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Вот что нам понадобится. Баклажаны 1,5 кг. Перец болгарский красный 300-400 г. Лук репчатый 1 штука. Помидоры 300-450 г. Чеснок 6 зубчиков. Масло растительное 50 мл. Сахар 1 столовая ложка. Соль половина столовой ложки. Зелень, половина пучка. Итальянские травы, по вкусу. Черный молотый перец, по вкусу. Уксус столовый, 2 столовые ложки. Количество порций. 8-12. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивация трудиться дальше для автора. Удачного приготовления! Приятного аппетита! Жду вас снова!